Деньги на балансе есть, а получить услугу нельзя. Кировчане обратились к нам в редакцию с просьбой помочь решить проблему. Сообщили, что карту для проезда в общественном транспорте заблокировали. Чтобы ей воспользоваться, нужно пополнить счет на 50 рублей. Тогда проездной разблокируют. И это при том, что деньги на счету есть. В проблеме разбиралась Сульяна Издакова. Истек срок действия карты у вас. Так, вы меня извините, я инвалид первой группы. У меня есть документы. У меня карта эта должна быть бессрочная. И чем же теперь платить за проезд? Возмущается пенсионерка Элеонора Издакова. Кондуктор в ответ только руками развела. Транспортная карта заблокирована. Помочь она ничем не может. У вас эта карта социальная. Со всеми льготами вы должны обращаться в социальную службу. Я вас поняла. Неприятная ситуация происходит с пенсионеркой не в первый раз, рассказывает она. На днях ехала из больницы. Решила оплатить проезд транспортной картой. Однако пластик оказался заблокирован. Хотя, утверждает, на балансе было больше 100 рублей. Пришлось женщине искать в сумке наличку. Вернувшись домой, Элеонора Издакова позвонила в электронный проездной. Оператор ответила, мол, истек срок действия карты. А чтобы вновь ее воспользоваться, надо пополнить баланс как минимум на 50 рублей. Или приехать в электронный проездной лично. Я считаю, что это какой-то абсурд. Чтобы класть каждый год 50 рублей на карточку, на которой у меня есть деньги, и на каком основании она была заблокирована. Вот это я хочу выяснить. Выяснилось, что карта действительно бессрочная. Все дело в тарифе. Он автоматически продлевается на год при пополнении карты. Последний раз деньги на баланс пенсионерка положила 17 сентября прошлого года. 365 дней истекли больше 20 суток тому назад. Такие ситуации случаются, когда человек редко пользуется картой. Пояснили в электронном проездном. Тариф ограничен годом для того, чтобы, если мало ли, вы пополнили, вдруг случайно потеряли карту. И кто-то ее нашел, и сразу не обнаружили, что вы ее потеряли. Вдруг кто-то нашел, чтобы он не смог воспользоваться этими денежками. Если карта ограничена каким-то сроком, то пополнение тариф не дает пополнить больше этого срока. На сайте электронного проездного прописаны условия действия карты. В том числе и по тарифу продолжил тему юрист. Поэтому с точки зрения закона все чисто. Правило устанавливает электронный проездной как эмитент этого карточного продукта, который представляется для использования. Соответственно, она имела возможность для женщины либо воспользоваться подобного рода продуктом, либо не пользоваться этим продуктом и рассчитываться, например, на личку. Кроме того, после пополнения карты на квитанции указывается свежий срок действия тарифа. Новая дата для нашей героини, к примеру, 10 октября будущего года. А если у кировчан есть какие-либо вопросы по действию транспортных карт, они могут обратиться напрямую в электронный проездной.